В это трудно поверить, но живем мы сейчас на бывшем морском дне. Находки ученых свидетельствуют, что 200 миллионов лет назад на территории современного Пермского края находилось древнее Пермское море. Оно простиралось на восток до Уральского хребта, уходило на юг в пределы Кавказа, где гор тогда еще не существовало. Ни один парус не показывался над пустынной поверхностью Пермского моря. Не пролетали птицы, их еще не было на земле. Однако уже тогда в воде и на дне моря обитали несметное количество разнообразных животных. Умирая, они оставляли раковины и скелеты, которые, смешиваясь с донным илом, образовывали пласты известняков. Но время шло, климат становился суше, море мелело, через миллионы лет его и вовсе не стало. На территории современного Пермского края стали расти тропические леса, в которых жили гигантские ящеры. С течением времени климат стал прохладнее и суше. А когда на земле уже появился человек, и вовсе наступило резкое похолодание. Тогда на территории нынешнего Пермского края простиралась холодная тундра, по которой бродили огромные мамонты. Тяжелые бивни этих вымерших чудовищ неоднократно находили археологи. Один из таких гигантов, найденный в Верещагинском районе, сегодня является экспонатом Краеведческого музея. Пермское море оставило после себя множество богатств – нефть, газ и минеральные месторождения. Так, например, именно Пермскому морю мы обязаны огромными соляными месторождениями в Соликамске, которые насчитывают около 3,5 миллионов тонн залежей калийных солей. Интересно? Рядом. Обратите внимание.